МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, товарищи! Как-то когда-то великий английский философ Фрэнсис Бекон сказал, природу можно покорить только подчинившись ей. В этой парадоксальной фразе содержится весь смысл разумного отношения человека к природе, который сам является ее частью. К сожалению, в современном мире преобладает агрессивное поведение человека по отношению к природе. И сегодня эта тема на самом высоком уровне обсуждается на саммите в Париже. Особенно варварские формы такого поведения характерны для современной России и для отдельных ее регионов. Остановлюсь на Челябинской области. Превращение края в гигантский промышленный бастион, увы, не сопровождало защитой окружающей среды от загрязнения выбросами в воздух, стоками в реки и водоемы, от истребления лесных ресурсов. Сегодня даже при спаде производства уровень загрязнения природной среды в области остается одним из самых высоких в России. Загрязненность с тяжелыми металлами отмечается на площади 52 тысячи квадратных километров. Это почти 60% ее территории. Особенно высокие загрязнения вокруг Челябинска, Магнитогорска, городов Карабаш, Садка, Бакал, Каркино, Еманжелинск и других. В области ежегодно образуется около 500 миллионов тонн промышленных отходов и около 5 миллионов тонн бытовых с повышенным содержанием хрома, меди, свинца, мышьяка, бария и других токсических соединений. Воздух загрязняет более 600 промышленных предприятий. В атмосферу выбрасывается до 3 миллионов тонн вредных веществ в год, в том числе ртуть, свинец, хром, марганец и целый букет газообразных канцерогенных компонентов. Ежегодно сброс сточных вод в водоемы составляет почти 900 миллионов кубических метров. Из них до 80% это загрязненные сбросы стоки. Ряд городов и крупных населенных пунктов вообще не имеют очистных сооружений и фекалии сбрасываются напрямую в реки или на рельеф. Казалось бы, сложившаяся ситуация требует срочных мер по ее улучшению, однако руководство области дает зеленый свет тем, кто присосался к природным богатствам на строительство новых источников загрязнения окружающей среды. Так называемая русская медная компания намеревается рядом с Челябинском начать разработку медных руд и построить Томинский горно-обогатительный комбинат. У этой компании имеется «богатый опыт» производства черновой меди на таком же комбинате в городе Карабаш, который стал самой грязной точкой на карте области. По мнению специалистов и экспертов, строительство Томинского гока нанесет непоправимый ущерб экологии, загрязнению подвергнется атмосфера, почва, а также единственный источник питьевого водоснабжения Челябинска и других населенных пунктов – Шершневское водохранилище. Напряженная ситуация сложилась вокруг планов строительства производства металлического марганца в черте города Троицка на офшорные деньги «Господь из Кипра». Строительная площадка привлекательна минимальными затратами, поскольку к ней подведены все коммуникации. Ранее здесь размещался завод дизельной аппаратуры. Но понятно, одно дело – производить аппаратуру, другое дело – производить материал 1-го и 2-го класса опасности, отходы, причем производство тоже 1-го и 2-го класса опасности. И все это на расстоянии от сотни до нескольких сотен метров от жилых массивов, общежития и учебного заведения. Несмотря на очевидную нецелесообразность размещения указанных объектов, их хозяева каким-то образом получили положительные заключения от экологических служб, надзорных органов, как регионального, так и федерального уровней. Хочется спросить, господа чиновники и прокуроры, как же так получается? Столько красивых слов произносим об охране природы, о любви к родному краю, о защите конституционных прав граждан на благоприятную среду обитания, а как к делу, так почему-то побеждают деньги. Более того, президент нацеливает на уход от сырьевой модели, на развитие наукоемких производств, на внедрение современных технологий, но почему-то поощряется прежний подход высасывания из недр природных богатств и продажа их в основном за рубеж, отправляя и сырье, и деньги, все туда же, за рубеж. Еще один пример. Акционерное общество «Челябинская угольная компания», осуществляющее добычу угля на угольном разведе «Коркинский», находится сегодня на стадии ликвидации. Ликвидацию предприятия связывает с умышленным желанием собственника компании, которым является депутат Закодонательного собрания Челябинской области Константин Струков уклониться от выделения денежных средств на рекультивацию угольного карьера и переселение граждан, возложив соответствующие затраты на плечи государства. В настоящее время при производстве работ постоянно происходят эндогенные пожары, которые приводят к загрязнению окружающей среды продуктами горения. Жители города Коркина и других населенных пунктов жалуются на запах гари и плохое самочувствие. В атмосферном воздухе в районе Коркина существенно превышены предельно допустимые концентрации бензопирена соединения первого класса опасности. Кроме того, пожары сокращают запасы угля, то есть предприятие допускает нерациональное использование природных ресурсов. Недавно посетившие Государственную Думу жителей Коркина, приехавшие в Москву на свои копейки, утверждали, что компания не предпринимает мер для ликвидации и предотвращения пожаров, а также для ликвидации оползневых подвижек бортов разреза, что может привести к техногенной катастрофе с человеческими жертвами как среди рабочих, так и среди жителей поселка Роза, находящегося в непосредственной близости от бортов угольного разреза. Население области по каждому из приведенных примеров бунтует. Проходят многочисленные митинги. Собрано тысячи подписей. Написана гора бумаг во всей инстанции, включая президента и правительство. В том числе написано и мной немало этих самых бумаг. А в ответ или отписки, или как в том кино, помните, а по сторонам мертвые с косами стоять и тишина. Но активисту протеста всячески шельмуют, бьют окна в их домах и квартирах, судят как бы за клевету, угрожают по телефону и так далее. Коллеги, сегодня в стране сложная ситуация. Масса недовольных. Обманутые дольщики, обманутые вкладчики, обманутые ипотечники и обманутые владельцы квартир с камнем платежей на капремонт на шее, возмущенные грабежом дальнобойщики и так далее, и так далее. Которые мыкаются от одной чиновничьей стены плача и молчания к другой, не находя понимания и поддержки. А вы, господа, говорите о единстве, единении. Не может быть в стране никакого единства. Если ее народ грабит на виду у всего мира. Не может быть единства там, где глаз народа все равно, что глаз вопиющего в пустыне. Не может быть единства там, где одни присваивают результаты труда других, где узаконено воровство. Не может быть единства в стране, над которой развивается знамя предателей, воевавших на стороне фашистов. И нет, господа, никакой единой России. Есть Россия новорышей и их прихлебателей. И есть Россия нищего и ограбленного народа. И никаким клеем псевдопатриотизма не удастся склеить эти части общества. В заключение я хочу обратиться к правоохранительным органам еще по одному вопросу. И требую вместе со своими товарищами прекратить бессмысленные преследования нашего товарища и коллегу Бессонова Владимира Ивановича. Руки прочь от Бессонова. Спасибо. Спасибо.